Я начал с удовольствием следить за жизнью птиц и в своей простоте удивлялся, как это каждый джентльмен не делает с орнитологом. Чарльз Дарвин. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Но по большей части, и слава богу, известно это только орнитологам. Эти люди во вред свои знания не используют. Такие крупные хищные птицы, как орлы, орланы, живут не где-то там, далеко, в других краях. Они живут совсем рядом с нами, в Татарстане, рядом с нашими крупными городами. Сотрудник национального парка Нижняя Кама, орнитолог Ренур Бекмансуров тот самый, кому пришла в голову эта идея понаблюдать за пернатами с высоты их полета, а заодно и нас с вами приподнять слегка над грешной землей. Тот самый, что вооружившись в конце этой зимы, в которой уж раз когтями-древолазами, рискуя, притом, конечно, чрезвычайно, забрался таки на высоту 12 этажа, установил там всю эту непростую аппаратуру, чтобы мы с вами увидели, наконец, вот это. Мы, наверное, должны немного разочаровать наших зрителей. Дело в том, что мы не будем сегодня забираться на 35-метровую сосну. Мы не будем хлопать по плечу наших главных героев, желать им удачи. Мы не будем фотографироваться в обнимку с ними. И не просто потому, что делать это глупо, делать этого нельзя по той простой причине, что нельзя сейчас беспокоить орланов, а еще и потому, что мы просто не знаем, где находится эта сосна, где находится то самое гнездо. Нам не раскрывают этот большой-большой секрет. И совершенно правильно делают. Потому что, ну, мало ли, вдруг найдется какой-нибудь не очень большой любитель природы, который решит понаблюдать за экспериментом, ну, с более интимного, скажем так, расстояния. По сути, нам совершенно не важно, где находится это гнездо. Где эта сосна? Да хоть вот эта. Любая из них. На самом деле, главное не это. Здесь, с земли, мы не сможем и так ничего разглядеть. Главное, у нас есть. У нас есть уникальные вещдоки. А вот момент прилета, да? Да, да, да. Это надо долго так вот смотреть, чтобы увидеть вот какое-то движение, тем более момент прилета. Да. Ну, конечно, когда птица отложит яйца и начнет насиживать, она будет находиться там непрерывно. Для того, чтобы мы с вами могли, не отрываясь, следить за этой птичьей с Санта-Барбарой, постараться пришлось не только нашему знакомому орнитологу. Гнезд в национальном парке всего-то 10. Выбор небольшой. А между тем, условий масса, устойчивый интернет-сигнал, источник электроснабжения неподалеку. Помогли и техникой, и финансами сотрудники НГДУ Прикамнефть протянули провод до ближайшей скважины. Да как протянули? Под землей. Но зато радости сколько прибавилось. То есть вот сотрудники именно от нефти в корпоративной социальной сети, они постоянно пишут, интересуются здоровьем, самочувствием, будут ли птенцы. У нас даже среди сотрудников уже активно идет обсуждение, выбирает имя птенцов, предполагает, как назвать. То есть вот с Ренуром советуются, консультируются. И все сотрудники болеют за то, чтобы как раз-таки у пары все сложилось хорошо. Вот уже месяц, как любой желающий, может оценить масштаб эксперимента. Хотя, наверное, масштаб того, что он, собственно, видит перед собой, оценить не всякий может. Вот эта самка Орлана, которая, несомненно, исполняет в этой пьесе роль главной героини, далеко не скурится размером, как может показаться на первый взгляд. От клюва до кончика хвоста сантиметров 80. Примерно, да, вот так, да. Примерно около метра. По чуть поменьше. По меньше метра, да. А гнездо, соответственно. И семейное почти уже гнездышко тоже размеров немалых. Есть у нас на территории республики гнездо гораздо большего размера, до полутора метров в диаметре. Даже можно вот так лечь на него. И вы лежали на гнезде. Нет, я обычно не вижу, бывает, что я вижу. Так мы с вами тут вдвоем помешали. Вот такая сосна, вот такая вот палочка, которую орлан клювиком способен взять. Такое вот дерево в 35 метров, вот такое вот гнездо, вот такой вот орлан. Это, знаете, но это не из жизни птичек, это из жизни гигантов каких-то. Ну, такую ветку, конечно, орлан не в клюве, а зажав в лапах, вот, и с ней летит уже. Конечно, шансы на то, что эта история закончится хэппи-эндом, изначально самими учеными расценивались как 50 на 50. И с каждым днем, увы, шансов все меньше. Наша главная героиня, получившая, кстати, имя, зовут ее Кама, судя по всему, овдовела в этом году и завела себе второго мужа. Изредка он посещает безутешную вдовушку. Вот он, первым делом заметил камеру. Но явно не она мешает священному таинству, скорее его собственный возраст. Слишком молод, пуглив, неопытен, считают ученые. Уже на самых поздних кадрах последних дней марта мы видим гнездо, абсолютно готовое. Приготовлен самкой даже лоток из сосновых веток с углублением для яиц. Но не клеится что-то. Как она уже хорошо подготовила углубление в центре лотка. Уже остается буквально в это углубление смести яйца. Это фактически уже максимальная готовность. И мама нет дома. Это тоже она вселяет. А живет это гнездо или нет, по большому счету для ученого, для которого любой результат результат, это не столь уж существенно. Болеет наш орнитолог за нас с вами скорее. Чтобы мы увидели нечто похожее вот на этот удачный эксперимент, который состоялся в прошлом году в Волжско-Камском заповеднике. Тогда камера над одним из гнезд Орлана запечатлела весь процесс от начала до конца. Съемки длились полгода. Птенцы росли буквально на глазах. Вот только глаз было лишь несколько. Поскольку это была не веб-камера. И процесс шел не в прямом, что называется, эфире. Но оба эксперимента связывает одно. Одними тусклыми лекциями сложно получить дополнительных союзников. А дело охраны природы понятно, что это не буду оригинальное всенародное дело. Идет воспитательный процесс. Люди начинают по-другому понимать. Птиц их жизнь и по-другому относиться уже к объектам живой природы. Всякая жизнь имеет ценность. Все мы, живущие, связаны воедино. Духовным родством. Человек на то и человек, что не должен жить лишь для себя одного. Михаил Любимов, Хамид Шамсеев и Роман Безменов. Семь дней.